Сура Ас-Сафат 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 Нух воззвал к нам, а ведь мы прекрасно отвечаем на молитвы. Мы спасли его и его семью от великой печали и сохранили только его потомство. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Нуху среди миров. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он один из наших верующих рабов. Затем мы потопили всех остальных. Ибрахим был одним из его приверженцев. Вот он пришел к своему Господу с непорочным сердцем. Он сказал своему отцу и своему народу, «Чему вы поклоняетесь? Неужели вы жаждете других богов помимо Аллаха, измышляя ложь? И что вы думаете о Господе миров?» Потом он бросил взгляд на звезды и сказал, «Я болен». Они отвернулись от него, обратившись вспять. Он украдкой пробрался к их богам и сказал, «Не поесть ли вам? Что с вами? Почему вы не разговариваете?» Он подошел к ним и стал бить их десницей. Они, язычники, направились к нему в торопях. Он сказал, «Неужели вы поклоняетесь тому, что сами высекаете? Аллах сотворил вас и то, что вы делаете? Или Аллах сотворил вас, и сами вы ничего не делаете? Или Аллах сотворил вас, что же вы делаете?» Они сказали, «Соорудите для него строение и бросьте его в огонь». Они замыслили против него козни, но мы сделали их нижайшими. Он сказал, «Я ухожу к моему Господу, который поведет меня прямым путем. Господи, одари меня потомством из числа праведников». Тогда мы обрадовали его вестью о выдержанном мальчике. Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал, «Сын мой, я вижу во сне, что зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь?» Он сказал, «Отец мой, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». Когда они оба покорились, и он уложил его на бок, мы воззвали к нему, «О, Ибрахим, ты оправдал сновидение». Воистину, так мы воздаем творящим добро. Это и есть явное испытание или явная милость. Мы выкупили его великой жертвой. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир, Ибрахиму. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он один из наших верующих рабов. Мы обрадовали его вестью об Исхаке, пророке из числа праведников. Мы благословили его и Исхака. Среди их потомства есть творящие добро и поступающие явно несправедливо к самим себе. Мы оказали милость Мусе и Харуну. Мы спасли их обоих и их народ от великой печали. Мы оказали им помощь, и именно они стали победителями. Мы даровали им ясное Писание и повели их прямым путем. Мы оставили о них в последующих поколениях добрую молву. Мир, Мусе и Харуну. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, они одни из наших верующих рабов. Ильяс также был одним из посланников. Он сказал своему народу, «Неужели вы не устрашитесь? Неужели вы взываете к Баалу и оставляете самого прекрасного из творцов, Аллаха, Господа вашего и Господа ваших отцов?» Они сочли его лжецом, и все они непременно будут собраны в аду, кроме избранных или искренних рабов Аллаха. Мы оставили о нем в последующих поколениях добрую молву. Мир Ильясину, Ильясу или семейству Иясина. Воистину, так мы воздаем творящим добро. Воистину, он один из наших верующих рабов. Лут также был одним из посланников. Мы спасли его и всю его семью, кроме старухи, которая была в числе оставшихся позади. Затем мы уничтожили всех остальных. Вы проходите мимо них утром и вечером. Неужели вы не разумеете? Юнус также был одним из посланников. Он сбежал на переполненный корабль. Он бросил жребий вместе с другими и оказался проигравшим. Его поглотила рыба, когда он был достоин порицания. Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее череве до того дня, когда они будут воскрешены. Мы выбросили его на открытую местность, и он был болен. Мы взрастили над ним или возле него тыкву. Мы отправили его к ста тысячам или даже больше того. Они уверовали, и мы позволили им пользоваться благами до определенного времени. Спроси их, почему это у твоего Господа дочери, а у них сыновья. Или же мы сотворили ангелов женщинами, и они присутствовали при этом. Воистину, по своей лживости они говорят, Аллах родил. Воистину, они лжецы. Они установили родство между ними и джиннами, но джинны знают, что они будут собраны. Неверующие будут собраны в гиенне, или джинны будут собраны для расчета. Аллах превыше того, что они приписывают ему. Не делают этого только избранные или искренние рабы Аллаха. Вы, многобожники, и то, чему вы поклоняетесь, не сможете отвратить от него никого, кроме тех, кому суждено сгореть в аду. Ангелы сказали, «У каждого из нас есть известное место. Воистину, мы выстраиваемся рядами. Воистину, мы прославляем Аллаха». Они, мекканские многобожники, сказали, «Если бы у нас было напоминание от первых поколений, то мы непременно были бы избранными рабами Аллаха». Они не уверовали в него, и скоро они узнают. Нашим посланным рабам уже было сказано наше слово. Воистину, им будет оказана помощь. Воистину, наше войско одержит победу. Отвернись же от них до определенного срока. Посмотри на них, и скоро они увидят. Неужели они торопят мучения от нас? Когда они сойдут на их участки, то скверно будет утро тех, кого предостерегали. Отвернись же от них до определенного срока. Посмотри, и скоро они увидят. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!» Субтитры создавал DimaTorzok